МОРСКОМ СОБРАНИЕ Сегодня в Морском Собрании. Адмирал, пароход и плавучий университет. Новейшее судно-снабженец арктического класса Геннадий Невельской пришвартовался во Владивостоке, чтобы официально поднять государственный флаг России и продолжить путь на место постоянной работы. На газонефтяных проектах Сахалинского шельфа. Такие суда из новостроя в Владивосток приходят не каждый день. Поэтому в этом выпуске программы «Морское собрание» подробный рассказ об арктическом снабженце. Но сначала об особых отношениях судоходной компании «Совкомфлот», которая и является судовладельцем и заказчиком этого судна с Морским государственным университетом. Проект «Плавучий университет» — это часть научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры МГУ имени адмирала Невельского. Университет сотрудничает с Дальневосточным отделением Российской академии наук, компанией «Совкомфлот», другими отечественными и зарубежными научными учреждениями и университетами. Основная идея проекта — выполнение различных исследований в лабораториях, которые размещаются на борту. Площадкой для такой лаборатории стал Геннадий Невельской. В судно только в начале марта в Хельсинки нарекли именем великого адмирала. А уже в апреле снабженец прибыл в Владивосток, где состоялось подписание соглашения о создании инновационной плавучей лаборатории на борту судна Геннадий Невельской. На сегодняшний день реально существует большой разрыв между теорией и практикой, между программой образовательной курсантов и тем, что происходит на самом деле на флоте. Поэтому ликвидировать этот пробел, этот разрыв между практикой и теорией и предназначено это судно. Курсанты у нас приходили на подобные суда. Были они на Алексее Чирикове. И для них, конечно, было огромным сюрпризом, неожиданностью. И оборудование, которое установлено на этих судах, привело их просто в восторг. Практически это космос. В сутком флоте собраны лучшие представители морской отрасли. Поэтому и компания на сегодняшний день является крупнейшей, одной из крупнейших в мире. В составе нашего флота сегодня порядка 150 судов. Мы, безусловно, самые крупные в мире операторы и владельцы ледокольного флота. Более 70 судов. Половина, в общем-то, флота у нас работает под следовым классом. Мы ориентируемся сегодня на обслуживание нефтегазовых проектов, которые находятся в Арктике, в Баренцевом море, в Печорском море, в Карском море, в Обской губе. Мы совершенно недавно ввели в строй три самых современных танкера, которые впервые в истории занимаются круглогодичной перевозкой нефти из Обской губы, из проекта «Новый порт». На борту Геннадия Невельского новейшее навигационное оборудование, пропульсивные электрические установки движения, система динамического позиционирования, оборудование для ликвидации разливов нефти, оборудование для управления подводными роботами. И все это высокотехнологичное насыщение и делает это судно плавучей лабораторией. Евгений Амбросов рассказывает, что Геннадий Невельской не единственный в планах компании «Совкомфлот» на продолжение проекта «Плавучий университет». В Хельсинки, на верхе арктех Хельсинки Шипьярд, строится еще три похожих судна снабженца арктического класса. Помимо проведения самых различных работ, связанных со снабжением платформ проекта «Сахалин-2», на их борту также планируется создание плавучих практических занятий для курсантов. Эти суда тоже получают имена людей, в честь которых названы ведущие учебные заведения водного транспорта нашей страны. Это Степан Макаров, Федор Ушаков и Михаил Лазарев. И мы ликвидируем этот разрыв между теорией и практикой, и когда курсантов принимаем к себе на работу, они уже будут подготовленными, знающими, офицерами. И я хочу сказать, что у нас есть в каждом университете, в морском университете в России, то есть в Невельсково, в Макаровке, в Санкт-Петербурге и в Ушаковке, у нас есть свои группы целевой подготовки «Совкомфлота», состоящие из, так сказать, наилучших курсантов, которые там обучаются. Мы их, так сказать, с третьего курса готовим для дальнейшей работы в «Совкомфлоте», платим им стипендию. И, естественно, после выпуска берем этих курсантов к себе на работу. Одним из таких лучших курсантов стал Валентин Емельянов. Парень говорит, что устроиться помогла счастливая случайность, а после расспросов признается, что этой случайностью оказались высокий уровень знания английского, отличные оценки и дипломная работа на тему динамическое позиционирование судов. После того, как он пришел в компанию, он заполнил анкету и его отправили на судное обеспечение Алексей Чириков. А после практики и защиты диплома предложили отправиться на приемку нового судна с самыми современными морскими технологиями. Я приехал в Хельсинки, Финляндию, для приемки судна на верфь «Арктек». Там мы находились месяц, принимали судно и также присутствовали на именно речении судна. И по истечению месяца, 2 марта, мы приняли судно, 5 марта мы вышли в море. Сегодня это как бы новый виток возрождения. То есть на тех же верфях, где он закладывал Байкал, транспортное судно, которому кругосветку совершил, собственно говоря, морскую экспедицию и все прошел. Опять он возродился, как ледокольное судно нового класса высочайшего. И обратно на Дальний Восток, опять к истокам, куда, где он был, где он работал. И опять на несколько десятков лет его поработать, как говорится, для блага России. Это вот очень символично. В этой давней истории удивительным образом перекрещиваются сюжеты совпадения. То транспортное судно «Байкал», на котором в 19 веке адмирал Невельской совершал свои географические открытия и присоединял дальневосточные земли к Российской империи, так вот то самое судно было тоже построено на финских верфях. И тут немаловажно добавить, что компания «Арктех», где построен этот «Геннадий Невельской» и заложены уже новые суда этой серии, лишь географически считается финской. С точки зрения капиталовложения и управления компанией, она фактически российская. 100% акций верфи принадлежат объединенной судостроительной корпорации. Еще раз подчеркну, это современнейшее уникальное судно, поэтому управление, оно прекрасно. Это судно имеет квадус «Динамик Позишн-2». Это по уровню класса автоматики. Тут для удержания позиции не нужен человек. Основная миссия этого судна – обслуживание трех буровых вышек. Вышек сахалинской энергии – это «Луна», «Малипак» и «Пап». Судно имеет класс ледокола. По российскому это О6 и АС-15 по классификации ДНВ. Это судно способно без поддержки любого ледокола, практически в любых сахалинских условиях, обеспечивать беззаперебойную работу данных трех вышек. Это не чистый ледокол. Надо понимать, что ледокол обеспечивает работу другим судам. Это же судно само ледокол обеспечивает работу себе. Поэтому это универсальное судно, но у него очень много функций, не только как снабженец, много чего. Поэтому своя компания уникальна. Заход нового судна-снабженца арктического класса в Владивосток имел не только символическое значение. Во-первых, экипаж полностью укомплектован моряками из Приморья, Владивостока и Находки. Во-вторых, здесь, как судно, только прибывшее со строительства на заграничной верфи, Геннадий Небельской прошел таможенные процедуры, после которых подъем государственного флага Российской Федерации над мостиком получил особое юридическое значение. Заход в порт в Владивосток у Геннадия Небельского продлился недолго. День на растаможку, день на торжественную церемонию первого официального поднятия государственного флага. И уже на следующее утро Геннадий Небельской снялся на Сахалин. Эксплуатация таких судов стоит немало. А фрахтователь, компания «Сахалинморнефтегазэнерджи», рассчитывает, что Геннадий Небельской будет работать на островных нефтегазовых провинциях шельфа в Охотском море не менее 20 лет. Поэтому новому судну с символическим именем Геннадия Небельского на борту и всем зрителям программы «Морское собрание» традиционно желаем 7 футов под килем. Редактор субтитров А.Семкин